Доброе утро, дорогая церковь! Еще один день Бог дал нам по своей милости, в которой мы можем жить, познавать Его, прославлять Его. Еще одно воскресенье, которое Он нам дал по еще большей своей милости, когда мы можем вместе встречаться, вместе общаться, вместе поклоняться Богу, вместе слушать проповедь Его Слова, вместе время проводить, даже целый день. Такая возможность есть вообще уникальная. Очень рад, что мы здесь все собрались. Давайте, пожалуйста, обратимся к Божьему Слову, откроем Псалом 8, который нам поможет немножко сосредоточиться и повернуть наши сердца на то, чтобы поклоняться Богу, слушать Его Слово. Псалом 8. Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Он видит Бога таким, он его называет Господом, он не просто абстрактно говорит, что он великий, но он это величие применяет в своей жизни, и этот Бог становится для него Господином. И этот Бог, чье имя очень величественно, по всей земле абсолютно нет ни одного уголка, где Его слава, где Его имя, где Его величие были бы какими-то маленькими или незначительными. Кругом, везде, по всей земле мы можем видеть Его славу в творении, и еще больше в душах людей, когда люди покоряются Богу, Он трансформирует их души, и мы можем видеть славу Божью в их сердцах. Слава Твоя простирается превыше небес, она везде, она заполняет все абсолютно, независимо от того, видим мы ее или не видим, замечаем мы ее или не замечаем, хотим замечать или не хотим замечать, игнорируем или пытаемся отыскать ее, найти, увидеть, она есть. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу», что даже младенцы и грудные дети, они славят Бога неосознанно, не тем, что они еще мало что понимают, но даже вот в детях мы можем видеть Божью славу. «Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». То есть и враги Бога, сатана, и все те, кто люди ненавидят Бога, они постражаются Божьей славой, потому что они были высокого мнения о себе, но Божья слава превыше их, и они делаются безмолвными и молчат. И это очень похоже на ситуацию в Откровении, которая описана, когда говорится, что все преклонятся перед Богом. И даже те, кто любили Его, и те, кто ненавидели Его, все преклонятся, потому что увидят Его славу. Это одни с радостью преклонятся, другие с сожалением, с болью. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь Его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь Его, на фоне всех мириад галактик, множество звезд, всего, что окружает нас вокруг. Все это настолько огромное, что у псалмоперцев возникает логический вопрос, что же есть человек, что это как-то нелогично. Атеисты, в частности, из вот этого наблюдения в 4 стихе, когда они взирают на небеса, на луну, на звезды, на все это величие, они, к сожалению, приходят к выводу, что Бога нету, потому что, ну, почему бы он стал переживать о людях на какой-то маленькой планете? Но для человека Божьего, для человека, который любит Бога, поклоняется Богу, ищет Бога, для него это возможность не усомниться в Боге, а возможность задать себе вопрос, оценить себя, смириться и увидеть, что я есть ничто. Это риторический вопрос. Что есть человек? Ничто он есть. И Бог по своей милости посещает нас, дает нам жизнь, дает нам... свое слово нам дал, чтобы мы могли познавать его, видеть его, не только какие-то общие истины, о нем величие, его славу, могущество, которые мы можем видеть в творении, но более конкретные истины, которые нашу душу спасают, дают нам жизнь, настоящую жизнь, только та, которая в сердце, та, которая жизнь с избытком, Божья жизнь. Это большое было усовение, что Бог нас не оставил, Бог интересуется нами. Бог лично каждому что-то говорит в течение недели, Бог лично с каждым работал из нас. Он не просто работает с людьми, имеет отношение с ними, как с государством, или как с городом, или как с церковью вселенской, или как даже с поместной церковью. Да, так он тоже имеет отношение с людьми, говоря, к целому народу, или говоря, к целой церкви. Но он имеет отношение лично к каждому человеку. Он стучится, он что-то говорит, он чему-то учит, он оставляет. Он, если это неверующий человек, он желает, чтобы этот человек пришел к познанию Бога. Если это его дитя, то Бог заботится об этом своим дитям. Он проявляет ему любовь, заботу, и это очень большая благодать. На фоне величественного Бога, слава Которого по всей земле, слава Которого простирается превыше небес, везде ее можно видеть. На фоне этого, зная, что Бог говорит к нам, и сегодня будет также говорить к нам, и то, что Он нам дал возможность здесь быть, это должно нас смирять, преклонять перед Богом, направлять все наши мысли, все наши старания души, чтобы сосредоточиться на нем, увидеть его. Давайте, пожалуйста, сейчас встанем, помолимся, и после этого споем песню. Господи, великий и величественный, мы преклоняемся перед Тобой, Ты, Господь, Который всемогущий, всеведущий, вседержитель. Господи, и все абсолютно под Твоим контролем, и все абсолютно Тебе подчинено. С радостью или не с радостью, Господи, но все, Господи, исполняет Твою волю, так как Ты предопределяешь. Боже, это ужасает нас и смиряет нас. Господи, мы славим Тебя за то, что Ты дал на возможность здесь собраться, иметь это еще немножко времени, чтобы познавать Тебя, познавать Твою истину. Пожалуйста, говори к народу Твоему, чтобы мы слышали Тебя. Пожалуйста, размягчи наши сердца, помоги нам смириться сейчас, помоги нам довериться Тебе, отложить свои переживания, заботы в сторону и полностью довериться Тебе, видеть Тебя. Господи, помоги нам сейчас в состоянии быть сокрушенного Духа, чтобы Ты мог говорить с нами, чтобы мы были в состоянии воспринимать. Пожалуйста, Боже, позаботься о людях, которые сейчас в каком-то подавленном, может быть, состоянии. Пожалуйста, ободри их, чтобы они видели Тебя, славного, великого Бога, Который всегда заботится, у Которого есть всегда ответы, и у Которого нет никаких тупиков. Господи, те люди, которые пребывают сейчас в беззаботстве и не сильно глубоко пытаются думать, Боже, пожалуйста, направь их, обличи их в их состоянии, пожалуйста, смири их, чтобы они были способны видеть Тебя. Господи, Боже, и, пожалуйста, всех нас здесь сегодня, пожалуйста, являй славу Твою, пожалуйста, показывай нам мудрость Твою, молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Воззову к Богу моему, к Богу доброму, славному, сильному. Сердце, душу я не зову, и воздам хвалу, и спою я ему. И услышит голос с высоты небес, и приблизится ко мне мой святой Отец. На руках Его я покой найду, и забуду обо всем, и душой отдохну. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогой Господь! Субтитры подогнал «Симон» 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 принципы этот текст первое послание тимофея 6 глава 6 стиха и немножко дальше пожалуйста давайте его откроем там достаточно большой отрывок мы будем изучать очень глубоко ну и вообще относительно денег у нас всегда очень много вопросов если мы хорошо об этом задумываемся в частности как соотносить материальное духовное какой баланс должен быть между этим если самое главное нашей жизни это поклонение богу то почему мы большинство своего времени тратим для того чтобы зарабатывать деньги или для того чтобы спать или например если у нас мало денег как мы должны себя чувствовать как мы должны реагировать что мы должны делать во что мы должны вкладываться или если у нас много денег тут опять же что мы должны делать с ними должны ли мы от них отказываться должны ли мы распродавать все свои имени как делала первая церковь иерусалиме то что описано в послании деяниям в частности тоже такие вопросы интересные как устоять в искушении когда этот мир он просто проповедуют он просто давит он просто пропагандирует культуру материализма как в этом устоять как быть стойким и в конце концов как бог вообще смотрит на деньги если написано в частности в том тексте который мы будем читать что корень всех золота сребролюбия это огромная масса вопросов опять же повторюсь на них все не сможем ответить но в этом тексте мы сможем увидеть направление принципы благодаря которым мы сможем лучше понять эту сферу лучше понять из него вывести уже другие принципы и про применение для своей жизни в данном отрывке мы рассмотрим четыре принципа таких ключевых следуя которым мы сможем поступать богоугодно в этой финансовой материальной сфере нашей жизни кроме этих четырех принципов там также есть много других уроков масса масса людей мы будем открывать разный текст описания и обычно люди не запоминают всю проповедь и план проповеди как-то все мысли которые но если вы сосредоточите свой взгляд и уловите хотя бы несколько истин которые будут лично для вас драгоценны вашей ситуации это будет очень полезно это будет очень хорошо и призываю пожалуйста давайте мы будем делать пометки в писании записывать что-то делать конспект это очень полезно очень важно для нас это общеизвестно процент усвояемости информации намного выше когда мы ее не просто слушаем и как-то пытаемся перерабатывать записывать что-то конспектировать итак первое послание тимофею с 6 глава давайте прочитаем этот текст он очень большой великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир явно что ничего не можем и вынести из него имея пропитание и одежду будем довольны тем а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти которые погружают людей в бедствие и пагубу ибо корень всех зол сребролюбия которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям ты же человек божий убегай этого а преуспевай в правде благочестие вере любви терпение и кротости подвязайся добрым подвигом веры держись вечной жизни которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями перед богом все животворящим и перед иисусом христом который засвидетельствовал перед понтием пилатом доброе исповедание завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно даже до явления господа нашего иисуса христа которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и господь господствующих единый имеющий бессмертие которые обитают в неприступном свете которого никто из людей не видел и видеть не может ему честь и держава вечная аминь богатых в настоящем веке увещай чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное но на бога живого дающего нам все обильно для наслаждения чтобы они благодетельствовали богатели добрыми делами были щедры и общительны собирая себе сокровища доброе основание для будущего чтобы достигнуть вечной жизни само послание было написано апостолом павлом своему ученику любимому ученику духовному сыну тимофею который в это время служил в ефесе он исполнял пастырское служение и исполнял там его по поручению самого же павла павел его туда отправил и в этом послании очень много тем поднимается павел как бы в догонку пишет тимофею послание о разных сферах жизни много много разных сфер мы можем увидеть это и мужчинах женщинах а пастырах о диаконах о вдовах об отношениях между братьями и сестрами об отношениях к старшим людям к младшим кровесникам молитве о поклонении уже учителях много много разных тем и одна из основных тем этого послания и одна из основных проблем ефесской церкви это были уже учителя которые проповедовали разные различные уже учения мы не будем сильно углубляться в это но в частности здесь мы можем видеть в контексте если прочитать еще 3 5 стих что павел реагирует на уже учителей одна из качеств которых было то что они верили что благочестие или праведная жизнь или жизнь перед богом она служит для прибыли для того чтобы получать какую-то личную выгоду и наш отрывок вот этот который мы прочитали это реакция павла на это уже учение и он из любви к своему ученику тимофею желают его оснастить хорошей доктриной хорошим учением которое бы защитила тимофея самого лично от этих искушений и которое бы помогло тимофею понимать и знать как наставлять церковь как учить на какие моменты и тонкие камни подводные камни обращать внимание мы как я уже говорю в начале также живем в мире где полно уже учения в частности уже учения относительно материальных вещей финансов денег и нам нужно также как и тимофею знать истину здесь мы как я уже говорил конкретная ложь против которой выступает павел это что само по себе является ценностью мир и уже учителя здесь пятом стихе говорят что высшей ценностью является прибыль или выгода и они даже благочестие даже праведность даже жизнь перед богом стараются использовать даже самого бога пытаются использовать для того чтобы получить личную выгоду к сожалению даже бывают известные церкви такие которых можно сказать евангелие ну грубо говоря сводится к тому что бог меня спас для того что я был здоров и богат это грустно очень и мы должны убегать от этого но бог в писании и здесь павел богоодухновенные слова записал бог здесь писание утверждает что праведная жизнь перед богом вместе с удовлетворенностью вот это быть благочестивым и довольным это уже само по себе является высшей ценностью он говорит давайте рассмотрим подробнее это это очень важно приобретение он использует термин и как бы используя язык уже учителей которые в пятом стихе говорили благочестие служит для прибытка там тоже самое слово и он здесь используя их язык имеет виду вот эту основную ценность которой они стремились они пытались как бы достичь прибыли материальной и для них это была основная ценность но павел говорит вот что является настоящей прибыли вот что нас является настоящей ценностью это быть благочестивым и довольным интересно слова великое она по-гречески звучит мега то есть это мега приобретение это мега ценность благочестие слова которая чаще чем в других местах библии используется именно в послании к тимофею около 10 раз из 30 всего она здесь особенно такое как ключевое слово она означает отношение человека к богу или правильное поведение человека перед богом также это слово можно перевести как богочестие как жизнь перед богом или как подобие божье подобие богу и довольство вот это богачи благочестивым и довольным довольство это удовлетворенность и удовлетворенность в первую очередь богом мы знаем пример павла который филиппийцам в 4 главе помните он писал такое что он научился всегда и во всем иметь довольство он как бы давайте откроем это место филиппийцам 4 глава 11 стих 4 11 он говорит там обращается к филиппийцам по поводу их нех пожертвования и говорит говорю это от не потому не потому что нуждаюсь то есть это не для меня нужно это для вас нужно вообще ибо я научился быть довольным тем что у меня есть вот это вот этот пал ask когда он пишет тимофей он имеет ввиду вот это именно довольство когда довольство в том что у меня есть умею жить и вскудости умею жить и в изобилии научился всему и во всем насыщать и терпеть голод быть и в обилии и в недостатке и это то чему стоит нам научиться это то чему стоит нам то что стоит нам понять то что стоит нам усвоить иметь вот это довольство в боге но чтобы иметь это довольство чтобы быть удовлетворенным тем что мы есть нам необходимо правильная система ценностей Павел здесь мудро поступает, он не говорит, он не реагирует на то, что уже учители используют благочестие для прибытка, он не говорит то, что они делают плохо, надо так не делать, он тогда говорит, как бы в контексте, смысл есть такой, но он утверждает другую систему ценностей. Он говорит, ихняя ценность, самое главное, это прибыль, а правильная ценность, Божья ценность, это благочестие, это праведная жизнь перед Богом с удовлетворенностью в нем, с удовлетворенностью в этой жизни, с удовлетворенностью в Боге, вот самая главная эта ценность. И если мы не примем это, если мы не покоримся этой истине, если мы не переформатируем свой мозг для того, чтобы думать именно так, считать это самой главной ценностью, это ценить, то у нас ничего не выйдет. Мы не сможем жить богоугодно, мы сможем только подражать в каких-то сферах, мы сможем имитировать довольство, мы сможем как-то его, не знаю, что-то похожее делать, но мы не сможем на самом деле быть довольными, если у нас будет неправильная система ценностей. Отсюда давайте выведем первый принцип из четырех, это примите Божью систему ценностей. Бог здесь через апостола Павла нам как бы повелевает, что вот эта ценность, она самая главная. Примите Божью систему ценностей, это самое важное. Интересно посмотреть дальше, как он это аргументирует. Он говорит, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. И это как бы, ну это логично, он простой здравой логикой аргументирует, что с точки зрения вечности, с точки зрения того, что наша жизнь здесь, это просто промелькает, это просто пар, мы если посмотрим, мы поймем, что вот это вкладывание в это, вкладывание в материальные вещи, оно не имеет смысла. Мы ничего не принесли, мы ничего не сможем вынести. Вот это ничего не сможем, это как роспись собственной несостоятельности, неспособности что-то сделать. Это как, ну мы не можем, как бы мы ни старались. Мы знаем из истории, что каким-то царям, правителям в Египте, в частности, делали огромные там пирамиды или курганы, и туда осыпали буквально золотом. И даже иногда бывает традиция, сейчас в гробы ложат какие-то деньги, как бы для переезда, как говорят. Но человек ничего не может взять с собой. Это не, это, оно в разрезе, вот на фоне вечности, оно не имеет никакой ценности объективной. Погоня за временным имуществом, которое сегодня есть, завтра нету, и трата на это всей своей жизни, и даже ущерб для своей души, это вверх безумия просто. Это логично, Павел здесь просто обращается, апеллирует к обычной человеческой логике. Помните, Иисус в 6 главе Матфея, Евангелие Матфея, в Нагорной проповеди, он говорит, что не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа, где воры подкапывают, моль съедает, ржавчина съедает, но собирайте себе сокровища на небе. Вот это именно та же самая аргументация. Иисус говорит, вкладывайтесь не в это материальное, временное, а вкладывайтесь в духовное, вкладывайтесь в свое благочестие, вкладывайтесь в добрые дела, вкладывайтесь в свою жизнь перед Богом. Вот что самая главная ценность. Кстати, там же в 6 главе, дальше, с 24 стиха и дальше, тоже хорошее есть учение о материальной сфере. Если вас это интересует, пожалуйста, пометьте себе, может быть, вы как-то себе потом разберете это место. Если мы смотрим вот первые два стиха, возвращаясь назад к посланию к Тимофею, первые два стиха, в первых двух стихах Павел закладывает основание. Он говорит, вот правильная система ценностей, вот как правильно относиться к всему материальному, вот небольшой аргумент для вас, для того, чтобы вам было легче понять это, смириться с этим. И 8 стих, дальше он как бы логическое, скажем, следствие из этого, или логическое, практическое применение этого принципа. Если мы в таком состоянии, что для нас самая главная ценность это благочестие, и мы довольны в этом, то в 8 стихе, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Он призывает здесь, что давайте, если у нас есть такая ценность, если мы ее сформировали, а мы должны ее формировать, если мы хотим угождать Богу. Вот эта ценность приводит к тому, что если мы имеем пропитание, одежду, если мы имеем минимальные какие-то блага, материальные, то мы можем быть довольны и будем довольны, и должны быть довольны этим. Про питание и одежда, они относятся, вот пропитание, это непосредственно что мы кушаем, а одежда, и там используется такое слово, которое включает в себя и одежду, и вообще покров, и наш кров, то, что там, где мы живем, жилье в том числе. В частности, если мы имеем минимальные средства к существованию, этого достаточно для нас, чтобы мы могли быть довольными, и нам поэтому стоит оценивать свою жизнь не в рамках, чего у меня еще нету, или чего бы мне еще хотелось, или что у кого-то есть, и мне тоже бы хотелось. Оценивать свою жизнь стоит с позиции, Бог обо мне заботится, то, что у меня есть, мне этого достаточно, и я хочу, и, может быть, даже могу позаботиться и послужить этим для кого-то других людей. Вот какое правильное отношение у нас должно формироваться в результате этого. В послании к евреям, в 13 главе, в 5-6 стихе, Павел говорит, имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. То же самое слово, довольствуясь. Кстати, это одна из характеристик людей, которые сребролюбивые, они недовольны, они для них всегда мало, даже если у них миллионы, для них всегда мало. И даже если у них ничего нет, для них тоже всегда мало. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, я забочусь о тебе, не переживай. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Вот это положение человека, который имеет правильную систему ценностей в этом вопросе. И здесь мы можем вывести второй принцип, который логично исходит из первого, что будьте довольны самым минимумом. Это очень важно для нас, очень важно напоминать его себе. И мы регулярно попадаем в разные искушения, когда у нас есть искушение быть недовольными. И для верующего вот это довольство, это больше, чем просто прекрасный одобродитель. Она основана на достаточности, обеспеченной Богом Отцом, Иисусом Христом. Он достаточно для нас, его заботы достаточно. Мы, если мы верим в это, мы будем так жить соответствующим образом. А любовь к деньгам лишает человека это чувство удовлетворенности, игнорируя таким образом истинное приобретение, исходящего из истинного благочестия. Если мы это игнорируем, если мы благочестие не ценим, то мы будем всегда недовольны, даже если у нас есть все, что душа себе может представить в этом мире, для нас этого всегда будет мало и недостаточно. Как я говорил, мы часто испытываем такие искушения и переживания о том, чтобы быть недовольными. И дальше Павел предостерегает Тимохея и нас в том числе от вот этого недовольства, от вот этого желания обогащаться. Он как бы... Вот он в 6-7 стихе, он показал принцип. В 8 стихе он показал следствие того, если человек покоряется этому принципу, если он покоряется этой истине, как он живет, он довольный, он счастливый. А вот с другой стороны, в 9-10 стихе он показывает ситуацию и людей, пример, когда они недовольны, когда они желают обогащаться. Это, кстати, очень похоже, когда в Ветхом Завете, когда Израилец выходил из Египта, шел по пустыне, Бог обращался к нему, давал ему заповедь и в один прекрасный день подсуммировал это и говорит, вот я тебе предлагаю жизнь или смерть, избери жизнь. Я тебе умоляю, избери жизнь. Точно так же это похоже в притчах. Тоже часто так бывает. Бывает, что автор притч, отец наставляет своего сына, и он ему показывает, вот это дорога нечестивых людей, которые идут и которые гибнут, а вот это дорога блаженства, пожалуйста, выбери ее. И он приводит множество аргументов и предостережений. Точно так же и здесь Павел обращается к Тимофею и показывает ему блаженную часть о довольстве в любых обстоятельствах и показывает сейчас, что будет, если он не послушается, и что бывает с теми людьми, которые идут другой дорогой. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Обратите внимание, он здесь описывает постепенную деградацию этих людей. Он говорит в 9 стихе «Первая ступень». Желающие обогащаться, то есть у них это желание сформировать, то есть даже можно сказать, нулевая ступень – это они были недовольны тем, что есть, они не покорились Богу, они не признали Его достаточным для себя, потом дальше ступень – они желают обогащаться, они на основании своего недовольства принимают решения. Вот это слово «желающие» означает имеющие намерение, имеющие цель или принявшие конкретное решение в тот или иной момент своей жизни. Желающие обогащаться, то есть иметь какое-то изобилие, состояние, когда у них нет нужды, когда они ни о чем могут не переживать. Вот это они, во-первых, желали обогащаться, а потом следующее, что у них происходит – они впадают в искушение. Они не просто живут в состоянии «Я желаю обогащаться, делаю все для этого, у меня хорошая, прекрасная жизнь, я христианин» и так дальше. Бог попускает им дальше катиться по этой дороге греха, скатываться в кювет, и Он предупреждает, что желающие обогащаться, вот это первая ступень, вторая – они впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные, то есть глупые, неразумные, которые вообще нелогичные с точки зрения человека со стороны здравого человека, и вредные, похоти, похоти, страстные какие-то желания. То есть этот человек попадает в искушение, в сеть, которая его затягивает, и в похоти страстные желания, которые разрушают его жизнь, которые вредные, которые глупые. Это его следующая ступень деградации. И он сам впадает туда, приняв решение однажды обогащаться. И дальше описано, которые эти похоти, эти искушения, это сеть, которые погружают людей в бедствие и пагубу, погружают, это слово, которое употребляется по отношению, когда лодка тонет, и вода ее погружает просто в воду, и ты ничего уже не можешь сделать, не успеваешь ни вычерпать, ничего, оно просто погружает тебя. И это дорога, которой пойдут или идут все эти люди, которые желают обогащаться. И Павел здесь предупреждает Тимофея. Это предупреждение для нас, что если мы себя обнаруживаем хоть на миллиметр на этой дороге, когда мы желаем вкладываться, вкладывать свою жизнь не в отношения с Богом, не в поклонение Ему, не в служение Ему, а когда мы стараемся свою жизнь вкладывать, принимаем решение, вкладывать ее в материальное, вкладывать ее в зарабатывание денег. Тут хорошо правильно сбалансировать. Зарабатывать деньги – это неплохо, и зарабатывать много денег – это тоже неплохо. Если мы дальше посмотрим, Павел и Бог нигде это не осуждает, это не проблема. Проблема не в богатстве и не в неимении богатства. Проблема вот в этом желании, когда человек просто говорит, моя цель – это заработать денег. Он не говорит, моя цель – послужить Богу, и для этого мне нужны финансы, чтобы обеспечить себя, и мое служение, и мою жизнь перед Богом. И под служением я не имею в виду какую-то конкретную деятельность в церкви, вообще жизнь перед Богом. И вот если я хочу служить Богу, я посвящен Ему, для этого мне нужны деньги, Бог меня призывает работать, поэтому я буду служить. Мы здесь видим, основная цель этого человека – это служить Богу, жить для Бога. Но когда человек, независимо от Бога, принимает решение, просто мне нужно денег, он уже на этой дороге. Я регулярно себя обнаруживаю в таком состоянии лично, ну, не регулярно, когда я не в очень хорошем состоянии, я, когда я иду из супермаркета, где я потратил очень много денег, и несу не очень большую сумку с продуктами для своей жены, для ребенка, для себя, и появляется искушение вот это просто решить. Все, надо что-то с этим делать, надо зарабатывать деньги. Не то, чтобы я там сильно нуждался или семья сильно нуждается, Бог обеспечивает, Бог заботится. Но и проблема не в том, что вот как бы логичное решение назревает, что нужно как бы, ну, то есть нужно об этой сфере заботиться. Проблема в том, что если я в этот момент не приношу это к Богу и не говорю, Господи, я доверяю тебе, ты заботишься обо мне, почему-то сейчас такая ситуация, потому что чему-то сейчас денег не хватает, но я доверяю тебе, я люблю тебя, пожалуйста, если ты хочешь, дай мне мудрость, как мне, может быть, исправить эту ситуацию. Но искушение не в том, чтобы вот это обратиться к Богу и просто излить перед Ним эту нужду и обратиться к Нему с просьбой, а вот это желание обогащаться, оно как бы в стороне от Бога. Окей, я сам себе спаситель, я сам спасу свою жизнь, и Бог хорошо, Бог, ты мне нужен, когда ты мне помогаешь, но если ты мне не помогаешь в этой сфере, ты мне не нужен, я сам спасу свою жизнь. Вот это желание обогащаться. И вот это, если мы себя наблюдаем на начале этого пути, пожалуйста, давайте быть очень осторожны. Это опасный путь. Вот это слово «бедствие» и «пагуба», они означают не просто разрушение жизни, разрушение вот здесь, этой земной жизни, хотя и это тоже, но и разрушение души, когда это пагуба и бедствие в душе происходит у человека. И это очень больно, это очень печально. В «Экклесиаста», у «Экклесиаста», пятая глава, девятый стих, есть такой очень хороший стих, «Кто любит серебро, он не насытится». Откройте, пожалуйста, покажите на пауэрпоинте. «Экклесиасту», он потратил много своей жизни для того, чтобы найти счастье в тех или иных вещах. Он пытался найти в деньгах, в каких-то работе, в удовольствиях, в чем угодно, пытался найти счастье. И вот в частности он… Окей, давайте просто откроем «Экклесиаста» 5.9, проиллюстрируем это. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы». И это суета, это то, что напрасное, это то, что вредное, это то, что неполезное. Это тот же самый принцип, который говорит Павелу Тимофею. То есть мы видим, здесь человек желает обогащаться, потом он впадает в искушение. Кстати, вот эта в греческом форма слова «впадают» означает, что они точно впадают, они в 100%. это не то, что может быть впадут, обычно впадают, обычно и может быть не впадают. Они, если они приняли такое решение, идти этой дорогой, они точно впадают в искушение, в сеть, и многие глупые и вредные похоти. Кстати, это те же самые похоти, о которых говорит Иаков, когда говорит, «Откуда у вас вражды и распри? Откуда у вас вот эти проблемы? Вы ссоритесь, обижаетесь, убиваете даже, желаете и не имеете?» И так дальше. Он описывает это. Вот это именно то состояние, та ситуация. И дальше мы видим, они погружаются в бедствие и пагубу. Давайте откроем еще один отрывок. Сафонии 1.8. Книга пророка Сафонии 1.18. Вот это уже относится к бедствию и пагубе. Это очень серьезный стих, и хотелось бы, чтобы он хорошо отпечатался в нашей голове. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа». То есть не может оно спасти. Оно не имеет такой силы, если оно ценно в глазах людей. Ну и что? В глазах Божьих оно не имеет никакой ценности. Ничего. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и при том внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Они были сосредоточены на серебре, на золоте, и вот их постигает такое бедствие, такая пагуба, которая... Это не просто даже закон... Это, с одной стороны, и просто такой естественный закон жизни, что оно просто приводит, логичный человек к этому, но в то же время это наказание от Бога, который просто наказывает этого человека, чтобы он вразумился, чтобы он понял, что путь, который он избрал, не есть хороший, чтобы он имел еще возможность вернуться назад, чтобы он имел еще возможность покаяться в своем этом желании, в своем этом стремлении обогащаться. И дальше мы видим такое, что в 10 стихе он объясняет еще дальше. Если в 9 стихе он иллюстрирует просто как бы логическое следствие этих людей, которые стараются обогатиться, вот что с ними обычно бывает, то в 9 стихе он уже конкретно показывает, и еще раз повторяя принцип, показывает на примере конкретных людей, что с ними происходит. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому предавшись некоторые, под этими некоторыми имелись в виду уже учителя, с которыми Тимофей был знаком, которых он знал, которых он понимал, о ком идет речь. Для него это был наглядный пример. Некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Опять же, такие три ступени. Вот это их сребролюбие, которому они предались, которому они отдались. Кстати, вот эта фраза, корень всех зол – сребролюбие, можно еще, если более понятнее, перевести так, что сребролюбие побуждает к совершению зла, и сребролюбие является причиной зла, которое в жизни человека происходит. Его личное сребролюбие, которому он себя посвятил. Сребролюбие, то есть мы видим, следующее – они уклонились от веры. Они предались сребролюбию, и они уклонились от веры. Это было… Они пытались служить и Богу, и мамоне, служить деньгам, но они не смогли, потому что Бог говорит, это невозможно. Если вы пытаетесь служить так, то вы точно будете потом служить мамоне. И от Бога вы отклонитесь. Они уклонились, они были уведены в сторону, они были сбиты с толку, и они подверглись многим скорбям. Они пришли вот в такое состояние. Здесь в 9 и в 10 стихе описываются люди, которые не желают покориться Евангелию, по сути. А если они приходят в такое состояние, если конец их жизни, или в определенный момент они приходят в такое состояние, они не желают покориться Евангелию. Если они просто, несмотря на Бога, желают обогащаться, пытаются сами спасти свою жизнь своими руками, в этой сфере в частности, они не желают покориться Евангелию, суть которого в отказе от претензий на самозначимость, на признание своей полной греховности, несостоятельности, упывания на Божью милость, на Божье спасение. Это люди, которые просто отказались от Бога, которые выбрали другой путь, которые не пожелали признать свою греховность, признать свою зависимость перед Богом, признать Божью славу, Божье величие, Божью святость, Божью справедливость того, что их ждет наказание этих людей, и не пожелали обратиться к Богу с распростертыми руками и сказать, Господи, я ничего не могу сделать перед Тобой, спаси меня, я нуждаюсь Тебе, пожалуйста, на Твою милость только надеюсь. Они не пожелали, они выбрали другой путь, они пожелали вкладываться абсолютно в другие вещи, они не переживали даже о духовных каких-то вещах, может быть, они были религиозны, может быть, они даже ходили в церковь, может быть, даже они молились, может быть, даже они что-то еще там делали, но если они посвящают свою жизнь этому, то вот, по сути, какие они есть. И Павел здесь предупреждает Тимофея, чтобы он не шел этой дорогой. Это опасная очень дорога. И он не просто один, вообще-то он мог бы сказать в девятом стихе, желающие обогащаться впадают в искушение и во многие безрассудные похоти и так дальше, которые ведут в пагубу. Хорошо, дальше, и уже продолжить дальше с 17 стиха, говоря, богатых в настоящем веке увещай. Но на протяжении многих дальше стихов, вплоть до 16, он глубоко-глубоко убеждает Павла, Тимофея, чтобы он держался, чтобы он убегал от этого. И мы видим это уже дальше в 11 стихе. Ты же, человек Божий, убегай этого, вот этого всего, которого я описал, вот этого желания обогащаться, вот этих искушений, вот этого сребролюбия, посвяти себя тому, чтобы убегать. Во втором послании Тимофея 2.22 очень есть похожий стих. Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви и мир со всеми призывающими Господа. Очень похожий стих. И здесь он точно так же говорит, убегай от этих искушений, уклоняйся от них. Он не довольствуется тем, что он просто привел Тимофею негативный пример. Вот желающие обогащаться, их такая проблема, ну, в принципе, все понятно, для тебя этого достаточно. Нет, он потом в 10 стихе еще раз иллюстрирует этот принцип на примере конкретных людей, уже учителей, которые были знакомы Тимофею. И потом он опять этим не довольствуется, он уже как бы в третий раз обращается к той же самой истине, и он снова говорит Тимофею, говорит, ты же человек Божий, убегай от этого. Недостаточно просто, что я тебе сказал, вот это плохо, я тебе сейчас еще более конкретно говорю, убегай от этого, уклоняйся от этого. Это слово, убегай, указывает на процесс убегания. И это убегание, оно длится всю свою жизнь. Мы не можем принять один раз в своей жизни решение, все, я убежал, я избавился, для меня это больше не проблема. Это всегда будет преследовать нас. И нам необходимо, кроме того, что один раз серьезно принять посвящение в этой сфере, посвящать свою жизнь Богу, нам необходимо регулярно перепосвящать себя, переоценивать себя. Окей, в каком я состоянии? Я давно об этом не думал. Может быть, я уже неосознанно повернул на эту дорожку, вот этого сребролюбия. Стоит себя переоценить, пересмотреть свою жизнь. Ты же человек Божий. Кстати, слово Тимофей, оно переводится как «почитающий Бога». И я думаю, что здесь Павел, как бы, у него такая, как бы, игра слов, что ли, с именем Тимофея. Ты же человек Божий. Что даже у тебя в имени заложено, то, что ты Божий человек. Ты человек, убегай от этого. Ты Божий человек. Ты не человек сребролюбия. Стремись к Богу. А вот, а в чем преуспевай? А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Интересное слово «преуспевай». Твои знакомые, возможно, твои родственники, твои горожане, твои соседи на твоей улице, они преуспевают в том, чтобы быть богатыми. Это опять тот же момент искушения, когда мы можем, допустим, встретиться с каким-то старым знакомым, или у нас есть какой-то друг, или родственник, который преуспевает в богатстве. Он, очевидно, вкладывается в это, и вроде бы у него красивая жизнь, и нам, как бы, немножко непонятно становится. И вот он преуспевает в том, а Павел обращается к Тимофею, говорит, не преуспевай в том, убегай от этого, убегай просто, как от огня убегай. А вот преуспевай вот в чем. В правде, то есть в праведности, имеется в виду не та праведность, которая нам засчитана Иисусом Христом, когда мы стали божьими детьми, но праведность в плане нашей дела, нашей поступки, в благочестии, а вот это уже касается более нашего внутреннего состояния, в вере, любви, терпении, то есть такой стойкости, выносливости, в постоянстве, в кротости, то есть в сдержанности, в мягкости, преуспевай в этом. Вкладывайся в это, вкладывайся в свою духовную жизнь, вкладывайся в то, в каком состоянии у тебя сердце, вкладывайся в то, как ты поступаешь перед Богом, живи соответствующим образом. И отсюда мы можем вывести еще один, третий принцип. Это посвятите свою жизнь не достижению богатства, а благочестию. Это должно быть конкретное, осознанное решение. Точно так же, как когда мы говорили про желающих обогащаться, это для них было решение, посвящение. Точно так же для божьих детей должно быть посвящение, решение конкретное, и без каких-то аргументов, без каких-то «но» других. Я посвящаю свою жизнь для того, чтобы посвящать свою жизнь благочестию, посвящаю свою жизнь Богу, посвящаю свою жизнь для того, чтобы жить правильно перед Богом. Это конкретное должно быть решение. Посвятите свою жизнь не достижению богатства, о благочестию. И именно в тот момент, когда я иду из супермаркета и искушаюсь встать на путь сребролюбия, или вы в каких-то своих конкретных ситуациях, мы должны принять вот это решение, решительно замечать вот эти моменты, когда наша душа пытается отклониться в сторону вот этого сребролюбия, замечать и принимать решение. Нет, душа. Я буду уповать на Бога. Я буду доверять Ему. Я буду идти за Ним. Идем дальше. Интересно. В 9 стихе, повторюсь, Павел иллюстрирует принцип, он говорит о принципе, что происходит с людьми, которые желают обогащаться. В 10 стихе он усиливает это, подкрепляя примером. В 11 стихе он лично обращается уже к Тимофею и говорит ему о благочестии, о убегании от этого искушения. И интересно, он еще раз говорит об этом. В 12 стихе он как бы еще один виток, уже по сути четвертый виток, он еще один раз обращается к этому, опять к этому апеллирует, опять пытается еще раз четвертый раз воздействовать на Тимофея, чтобы он принял правильное решение. Павел очень сильно переживал о Тимофея. Очевидно, это была очень большая проблема. Может быть, не Тимофея, хотя наверняка, если Павел так много говорил о Тимофею, может быть, он замечал, что у Тимофея тоже есть какие-то такие искушения в этом. Но если Павел так много говорит, то очевидно, это большая проблема вообще у человечества. Мы живем вообще в материальном мире, особенно в нашем городе. У нас есть много возможностей для того, чтобы зарабатывать много денег, для того, чтобы посвящать свою жизнь этому. Если бы мы жили где-то в селе, там таких даже возможностей нет, даже если ты захочешь, при всем своем желании тебе просто надо будет оттуда уехать. Но у нас здесь много, у нас здесь много всяких таких возможностей посвятить себя, свою жизнь этому. Есть даже целые, я не знаю, работы, которые фактически покупают людей, как говорится, с потрохами. Когда человек просто может приехал домой, переночевал, проснулся утром и снова на работу. После работы приехал, откинул копыта на кровать, заснул и проснулся снова на работу. И он посвящен этому не просто потому, ну и просто потому, что ему нравятся работы, самореализация, карьерный рост и так дальше, вкладывание в будущее, во всякие такие очень красивые мирские понятия. Но это делается из-за сребролюбия, из-за посвящения свою жизнь этому. Если вы оказываетесь в такой ситуации, если вас это затягивает, нужно убегать от этого. И вот Павел, опять же, четвертый виток, как я уже говорил, в 12 стихе, он опять обращается к этому, опять наставляет Тимофея. Подвизайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетельствами, свидетелями. То есть подвизайся, сражайся, прилагай усилия. Вот это греческое слово подвизаться означает прилагать отчаянные усилия и употребляется для описания военных и спортивных упражнений. Когда человек просто через силу даже что-то пытается делать, он просто настолько сосредоточен на этом, что просто у него как бы уже и сил-то нет, а он еще сильнее пытается, потому что у него есть цель определенная. И в данном случае этот человек просто пытается жить по-божьему. Он пытается угодить Богу, он пытается жить перед Богом. Поэтому подвизайся добрым подвигом веры. Добрым, в смысле прекрасным, красивым, хорошим подвигом вот этой борьбой веры. Борись. Это борение, это борьба. Это не просто. Это не просто вот так, я принял решение, через неделю опять принял, еще через неделю принял. Каждое такое решение, если оно глубоко будет проникать в наше сердце, каждое это решение будет даваться нам с трудом. И если для нас это решение слишком легкое, то может быть мы принимаем не совсем скажем качественное решение, может быть оно очень поверхностное. Это должно быть для нас борьбой. Это должно быть для нас борьбой веры, когда мы просто доверяем Богу, просто доверяемся ему полностью и для нас вот эта борьба именно чтобы довериться богу чтобы отложить вот эти пути спасения самого себя и довериться ему держись вечной жизни будь сосредоточен на ней вот это то что в колоссианам говорится о горнем помышлять ищите горнего а горнем помышляйте в колоссианам павел также наставляют других верующих это держись вечной жизни это павел здесь убеждает тимофея осознать реальность вопросов связанных с вечной жизнью чтобы жизнь его и служение были наполнены стремлением к вечному к небесному чтобы он понимал ради чего он живет чтобы у него была цель выше просто земной жизни чтобы у него была вечная цель чтобы у него была небесная цель итак мы видим павел предостерегает показывает пример отрицательный на примере других людей призывают кое к чему еще раз призывает интересно можно было уже было бы уже остановиться и пойти дальше следующая тема но еще сильнее и уже в пятый раз и вообще очень торжественно у него очень торжественное такое я не знаю завещание заклинание перед богом все живо творящим перед иисусом христом завещаю тебе то есть очень торжественной обстановке это было обстановка перед богом перед богом а святым перед богом который все может перед богом все же в творящем и перед христом который засвидетельствовал перед понтием пилатом добра исповедание и христос когда засвидетельствовал для него он знал что в результате знаю что вот это его исповедание когда он сказал что он есть как бы путь спасения что что он есть посланный от бога мессия когда он это исповедовал сказал перед пилатом это был момент он их другой сказать он мог что-то другое сказать пилату как-то так проаргументировать и пилат был отпустил потому что пилат не видел в нем большой проблем он мог бы как-то там переубедить павла но он иисус христос исповедовал свое скажем вероучение в то чему он был посвящен не боясь что его его ждет дальше смерть он никогда не уклонялся от опасности он смирил смело доверился богу именно богу который здесь контексте описан как животворящий это не зря здесь описано что бог животворящий иисус христос исповедал доброе исповедание перед пилатом и точно также тимофей и точно также мы должны вот в контексте вот этого что бог такой что он способен дать нам жизнь такую какую он хочет а что он способен позаботиться обо всем и он даст нам вечную жизнь в контексте примера иисуса христа который просто свою жизнь положил ради этого исповедания ради того чтобы посвятить свою жизнь богу вот в этом контексте павел говорит завещаю тебе завещаю тебе соблюсти заповедь в более ближнем смысле это имеется ввиду конкретная вот эта заповедь убегать от сребролюбия это желание обогащаться и преуспевать в правде и благочестии в более широком контексте это вообще соблюсти заповедь вообще с посвятить всю свою жизнь скажем правильной верной христианской жизни исполнять заповеди божьи но в данном случае мы видим что это как контексте относится непосредственно к тому чтобы к тому чтобы посвящать свою жизнь на правильные дела а не посвящать на обогащение и сребролюбие так вот завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно точно максимально насколько ты можешь всеми силами приложи чтобы соблюсти заповедь перед богом тебя прошу даже до явления господа нашего иисуса христа он мотивирует в этом и это тоже хорошая мотивация для нас что бог придет когда-то мы когда-то встретимся с ним с иисусом христом и это будет особенный момент для нас спасения нашего избавления и мы сосредотачиваясь на этом моменте мы способны становимся больше и больше посвятить свою жизнь тому чтобы соблюдать вот эту заповедь следовать божьим путем идти так как он говорит нам интересно обратить внимание на то на 15 и 16 это просто очень удивительно очень уникально какого бога описывает здесь павел до явления господа нашего иисуса христа 15 которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и господь господствующих единый имеющий бессмертие который обитает в неприступном свете которого никто из людей не видел и не может и видеть не может ему честь и слава вечная аминь мы видим что он здесь описывает вот этого царя который над всеми царями вот этого господа который над всеми господами другими над всеми другими правителями над всеми другими хозяинами чего-то и он блаженный он счастливый сам по себе он тот в котором есть настоящее счастье в том котором есть настоящий покой в том которым есть настоящее удовлетворение в том котором есть настоящая радость и он единый сильный он один сильный он нету никого больше подобного ему он единый сильные способные спасти если надо он единый сильный отдать то что надо, то, что Он хочет, Он имеет самую высшую радость, самое высшую блаженство, и Он способен дать Его людям своим, чтобы позаботиться о них. Единый, имеющий бессмертие, у Него это бессмертие, и Он дает вечную жизнь другим людям, потому что у Него есть это бессмертие, и Он обитает в неприступном свете, и Его никто из людей не видел, и видеть не может, Ему честь и держала, то есть сила и правление вечное, аминь. Очень интересно, Павел говорит в контексте о деньгах. Тема о деньгах, он говорит, но он здесь обращается неминуемо к Богу, потому что если мы не видим Бога таким, если мы не перед таким Богом делаем свое решение, если мы не ради такого Бога посвящаем себя, если мы не способны видеть Бога таким, то у нас не будет сил сделать правильный выбор. Павел не просто довольствуется обычной человеческой логикой, хотя он вначале говорит об этом, что это очень логично, посвящать себя вечным вещам, вечным ценностям, потому что мы ничего не принесли, ничего не можем забрать. Павел не ограничивается тем, чтобы просто привести, сказать, что случается с теми людьми, он не ограничивается тем, чтобы привести пример, что произошло уже с этими людьми. Он три раза обращается к Тимофею и в разных словах пытается его наставить и обращает его внимание на то, чтобы он посвящал свою жизнь вот этой правде, благочестии, добрым подвигам, вечной жизни. Но он ему еще показывает Бога такого, которого должен видеть Тимофей, чтобы быть способен жить таким образом, чтобы быть способен покориться этому. Это необходимо нам точно так же видеть. Недостаточно просто нам, когда у нас искушения приходят в этой сфере, когда мир штормит нас, недостаточно просто логично подумать и сказать, ну да, это в принципе того не стоит. Оно иногда поможет. Но чем больше это искушение, тем этого будет недостаточно. Недостаточно даже понимать, что это плохие последствия имеет. Хотя это тоже один из аргументов и хороших аргументов. Недостаточно даже видеть отрицательный пример других людей, которые уже погрязли в этом. Много людей видят тоже отрицательные примеры других людей и идут также этим путем. Люди видят, что жизни других людей разрушаются. И все равно они стремятся к этому. Но Павел здесь обращает человека, вот этого Тимофея, человека Божьего, он обращает его к Богу, он обращает его к праведности. Он обращает его к такому Богу, который способен удовлетворить его полностью. Которого, если Тимофей видит, он способен тогда отказаться от всего. Нам необходимо видеть Бога таким, нам необходимо познавать его, чтобы быть способным и быть сильным избегать этих искушений. возвращаясь назад к Тимофею, к посланию к Тимофею, к нашему отрывку. Давайте закончим. У нас осталось три стиха. Мы видим, то есть вначале Павел иллюстрирует принцип, показывает принцип, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Делает такое основание, фундамент, систему ценностей, закладывает. Потом он аргументирует, показывает пример положительный, отрицательный, аргументирует глубже и глубже и применяет это как бы к Тимофею. Это было все как бы применение к Тимофею вот этого принципа. То есть если великое приобретение, если высшая ценность быть благочестивым и довольным, то вот и все то, что мы прочитали только что. Убегай от искушений, подвязайся добрым подвигом, соблюдай заповедь. И Павел сначала обращается к Тимофею, наставляет его, очень много наставляет. Он заботится о его душе. Он не просто говорит, пожалуйста, скажи это людям, вот они во что должны верить, вот таким образом. Но он понимает, что Тимофей, чтобы он мог позаботиться о других людях, и это была его цель служения в Ефесе, он должен быть сам в хорошем состоянии. И только после того, как Павел наставил Тимофея, и очень много наставил, и рассказал ему много таких вещей и повторений, и можно было бы уже чуть ли не после каждого стиха сказать, ну Павел, хватит, я понял, нет, ты не понял, вот еще тебе, я понял, нет, ты не понял, вот еще тебе. И он много-много его наставил. И только после этого он уже говорит Тимофею, что ему самому передавать другим людям. Только тогда, когда мы сами будем в правильном состоянии, только тогда, когда мы посвятим себя тому, чтобы жить не для денег, а жить для благочестия, жить перед Богом, чтобы вкладываться не в земные ценности, а в вечные ценности, то только тогда мы будем способны позаботиться о других людях, о своих мужьях, о своих женах, о своих детях. Даже если мы знаем все правильное учение, но если мы не живем соответствующим образом, если наша жизнь проповедует другое, мы просто будем не способны созидать жизнь других людей, о которых мы любим, о которых мы хотим позаботиться. Мы принесем к ним не созидание, а только разрушение. Или в лучшем случае ничего не принесем. И вот Павел уже говорит Тимофею, чтобы он наставлял богатых. 17 стих. Богатых в настоящем веке. Интересно, он говорит, где эти богатые, когда они богатые. Они в настоящем веке богатые. Они богатые не с точки зрения Бога, а с точки зрения этого века, с точки зрения этой жизни. Они сейчас богаты. Может быть, в будущем они не будут богаты. И увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали ни на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Прежде всего стоит понять, кто такие богатые. Мы уже много про них говорили, упоминали, желающие обогащаться и так дальше. Теперь пришло время просто глубже понять. Под богатыми можно много подразумевать, но вот что имеется в виду на самом деле здесь. Богатые это не только те, которые имеют самые богатые дома и самые дорогие машины, земли и так дальше. Это не только те богатые люди, хотя мы думаем, мы же каждое о себе, редко мы думаем, что мы богатые. Богатые обычно тот, у которого в 10 раз больше, чем у нас. Но быть богатым значит иметь больше, чем то, без чего мы не можем жить, то есть без еды, одежды и жилья. Вот этот, скажем, такой социальный прожиточный минимум Павел установил в 8 стихе, когда он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. Если у нас достаточно средств для того, чтобы покушать, для того, чтобы не замерзнуть, для того, чтобы позаботиться о своем теле, вот этот минимальный стандарт. Все, что выше этого, по-библейски можно оценивать как богатого человека. У человека, у которого есть, говоря современным языком, свободные средства, который может себе отложить даже что-то не на какую-то конкретную нужду, которая ему необходима. Например, он вкладывает деньги, потому что ему нужно купить квартиру или транспорт, если для него это реально нужно. Но деньги, которые он просто откладывает, где-то они у него лежат, и он ими может пользоваться, может не пользоваться, вкладывает куда-то или не вкладывает. Вот эти свободные средства. И вот такой человек является богатым. Я думаю, редко кто из нас думает, что мы богатые люди, но я думаю, что мы, наверное, большинство из нас может быть процентов 80 или 90 на самом деле богатые люди. Даже если у нас нету каких-то больших отложений, даже если у нас нету того, чего нам бы хотелось, а нам кажется, это вообще минимальные нужды, я ниже этого. Мне кажется, что мы достаточно богатые люди. Так вот, он наставляет богатых. И он им говорит три вещи. В 17 стихе он им говорит, какими им быть. В 18 стихе он говорит, что им делать. А в 19 стихе он говорит, чем быть мотивированным. Итак, по порядку. В 17 стихе он говорит, какими им быть, чтобы они невысоко думали о себе. Первое. И второе. Уповали не на богатство неверное, но на бога живого, дающего нам все обильно для нас вождения. То есть, первое, чтобы они невысоко думали о себе. Помните, у пророка Деремии есть такое обращение, дохвалятся мудры не мудростью своей, богатый не богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что знает и разумеет меня. И вот это точно созвучно так же. Он говорит, чтобы они невысоко думали о себе, чтобы они не хвалились этим, чтобы для них это не было высшей ценностью. Он не призывает их распродать свое имущество, очень важно заметить. Хотя, может быть, для них это будет применение, если они поймут, что Бог их к этому призывает. Но он не говорит, обязательно богатые должны все распродать, обязательно богатые должны от этого отказаться. Он говорит, во-первых, они должны невысоко думать о себе, потому что богатство, оно дает много искушения просто превозноситься над людьми. Когда у нас много денег, мы чувствуем себя гораздо увереннее, гораздо спокойнее, гораздо более защищеннее. Но он говорит, мы не должны основывать вот эту свою оценку себя на этом, на богатстве. И второе, тоже созвучно с первым, уповали не на богатство, неверное. Неверное – интересное слово. В притчах есть такой интересный стих, что не… Можно открыть, пожалуйста, притча 23, 4-5. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Удивительный призыв к нам. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Вот это оно ненадежное богатство, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Оно ненадежное, оно неверное, оно такое, которое сегодня есть, завтра нету, поменялась ситуация политическая, финансовая. Сегодня у нас было богатство, завтра нету, сегодня нету, завтра есть и так дальше. Оно очень нестабильное. Мы не должны основывать свою жизнь на этом. Но на чем мы должны основывать свою жизнь? На боге. На боге каком? Живом. Который живой, который не мертвый, который не истукан, который способен на нас позаботиться, и который дает нам все обильно для наслаждения. Бог говорит, он дает нам все обильно. Все, что нам достаточно, все, что нам нужно, он дает нам обильно. И дает нам, тоже интересно заметить, для наслаждения. Неплохо наслаждаться какими-то материальными благами, едой, можно даже сказать, одеждой или еще какими-то вещами, если только это наслаждение как бы находится внутри наслаждения богом. Если мы в первую очередь наслаждаемся богом, и мы, имея тогда что-то, мы способны наслаждаться этой вещью таким образом, что мы, наслаждаясь этой курткой, одеждой, сумкой, домом, квартирой, машиной, мы будем наслаждаться не просто самой вещью, но мы будем наслаждаться богом, который дал ее нам. Но бог нам дает это для наслаждения, он заботится о нас, о том, чтобы у нас, чтобы мы имели радость. Еще стоит заметить, что бедность и богатство – это не критерий оценки духовного состояния. То есть бедность – это не обязательно результат греха или праведности. То есть можно склониться в такую крайность, сказать, что вот человек бедный, он греховен, потому что он не почитает бога, ленится. Действительно может такое быть, а может и не быть. Точно так же бедность – это может быть результат праведности, что человек не крадет, и у него нет возможности заработать, и он живет очень бедно, очень скудно, и это может быть результатом праведности, но в то же время это может быть и результатом греха. Точно так же и богатство может быть результатом праведности или не быть результатом праведности, и быть результатом греха или не быть результатом греха. Поэтому нам не стоит оценивать себя и других людей, окружающих, их состояние духовное, потому как он… Если он бедный, значит он духовный, или если он богатый, значит он духовный, или наоборот, или еще каким-то образом. Оно не имеет между собой такой связи тесны хотела есть я определенная зависимость и так он говорит в семнадцатом стихе какими им быть чтобы они не высоко думали о себе уповали не на богатство неверное восемнадцатом стихе он уже говорит ему конкретнее что им делать то есть если вначале он говорит какими им быть как им себя чувствовать во что вкладываться как ориентироваться как думать как оценивать себя то 18 стихе он говорит уже что делать конкретно мы видим здесь благодетельствовать чтобы они благодетельствовали то есть делали благие дела и он повторяет это богатели добрыми делами чтобы они богатели не деньгами чтобы их не богатство сокровище было не в деньгах а было а было вот этих добрых делах это очень похоже для меня как пример когда по моему здесь же в этом послании чуть раньше во второй главе павел говорит о том что украшением жен должно быть некрасивое плетение волос кроткий сокровенный дух и у петра это послание петра так такая же тема есть то есть неплохо быть красивым внешне и одеваться внешне красиво это хорошо но вот той изюминкой той особенной ценностью которая должна выше которая как быть характеризует человека которую человек выставляет вперед должна быть не его внешняя красота а его внутренняя красота также и здесь они должны богатеть и вкладывать свою жизнь свою душу не в финансы не в деньги хотя они могут богатеть они могут продолжать дальше развиваться если они правильно перед богом живут это неплохо но вот их ним настоящим богатством то которые они нас оценивают вот что мое настоящее богатство это добрые дела и также чтобы они были щедрые и общительны чтобы они давали низ куда чтобы они заботились о других низ куда чтобы они заботились о других щедро и при этом чтобы они щедро давали не сквозь зубы ну дам я тебе ну так же быть бог призывает но чтобы они были общительны чтобы они были радостны чтобы они как бы имели отношения хорошие с людьми в контексте вот этого как раз я думаю уместно обратить внимание сейчас на один стих 4 ефесянам 428 там мы сможем увидеть и подчеркнуть подчеркнуть некоторые принципы которые касаются цели зарабатывания денег для чего зарабатывать денег и она поможет нам лучше понять этот стих из тимофея ефесянам 428 кто крал впредь не кради а лучше трудись делая своими руками полезные чтобы было из чего уделять нуждающемуся я бы вывел отсюда три принципа три цели для того чтобы работать первое здесь она как бы не упоминается но косвенно можно его понять для того чтобы обеспечивать себя для чего чего крадет но чтобы с голоду не умереть или чтобы иметь больше чем нужно но тем не менее это обеспечение себя он говорит не кради но трудись логично для того чтобы обеспечиваясь и обеспечивать себя свою семью свои какие-то потребности базовые нужды второе делая своими руками полезное чтобы вкладываться не просто урвать кусок заработать отхватить при этом разрушая жизни которые вокруг тебя но делая что-то полезное для общества и на этом основании можно много деятельности оценить как не полезные для общества они вроде бы не греховные например работать в игровом клубе допустим это вроде бы не греховно ну как ну хотя можно увидеть там грех на самом деле но она вроде бы не греховные нету к чему придраться но она неполезная она ты не делаешь добра а ты не делала что-то полезное своими руками и то есть первое это обеспечивать себя второе делать руками что-то полезное забутится об окружающих людях и третье было бы еще уделять нуждающемуся это заботится о тех людях которые нуждаются которые не могут сами о себе позаботиться родственники или может быть в церкви кто-то или знакомые соседи и так дальше то есть три такие цели и вот в контексте этих целей павел также призывает богатых людей чтобы так как у них есть обеспеченные с их ненужды они им не нужно об этом переживать подразумевается что они работают так чтобы это не было вредно для окружающих людей он здесь говорит вот это а 3 цели когда уже человек уже обеспечен он его бог призывает чтобы он благодетельствовал богател добрыми делами был щедрый общитель это угодно богу это правильно и в девятнадцатом стихе павел мотивирует уже дальше это собирая себе сокровище вот настоясь собирая себе настоящее сокровище не счет в банке не стопку денег депозит на ячейке мы собирая себе сокровище доброе основание для будущего чтобы достичь достичь вечной жизни то есть чтобы накапливать себе такой можно сказать фонд для будущего для того чтобы здесь ними не говорится о спасение достигнуть вечной жизни но своему чтобы достичь его для того чтобы иметь скажем уже плоды этой вечной жизни вот этот вкус вот эту радость уже сейчас для того чтобы испытывать блаженство чтобы иметь настоящее счастье которое не в деньгах а том чтобы покоряться богу и жить согласно богу божьим заповедям и в данном случае чтобы заботиться о других людях притчи 1922 очень кратко емко и иллюстрируют этот принцип это радость человеку благотворительность и бедный человек лучше не лежал живы вот первая часть особенно радость человеку благотворительность бог особенным образом благословляет людей когда они заботятся других блажение давать нежели получать и так дальше и отсюда мы можем вывести четвертый принцип посвятите себя свое имущество и себя служению служению богу и так мы рассмотрели четыре принципа или можно даже сказать четыре повеления относительно материальной стороны нашей жизни которые бог дает нам в послании апостола павла давайте их напомним во первых примите божью систему ценностей это самое главное из которого исходят все остальные принципы необходимо отказаться от ценностей которые пропагандируют этот мир и покориться тому что говорит господь это невозможно без смирения перед богом без личного преклонения перед ним то есть без принятия евангелия мы не будем способны иначе это будет просто имитация нам нужно принять эту божью систему ценностей и в частности в вопросе финансов также во вторых будьте довольны самым минимумом то есть в каком бы материальном положении вы не оказались какие бы потери или прибыли не произошли всегда будьте способны быть довольными оценивайте ситуацию как я уже говорил не с точки зрения чего мне не хватает чтобы я хотел тогда будет всегда недовольство а с положение бог обо мне заботиться так как он считает нужным у меня есть еда одежда жилье и я хочу мне есть желание и наверное я могу по крайней мере я поищу в возможности для того чтобы послужить другим людям тем что я имею в третьих посвятите свою жизнь примите конкретное решение посвятите свою жизнь не достижению богатства а богочестью то есть сознательно посвятите и регулярно перепосвящайте себя жить не так как живет этот мир опять же которые постоянно гонятся за собственной выгодой посвятите себя такой жизни которая была бы достойна ободри одобрения и похвалы не со стороны людей или еще с чьей-то стороны а со стороны бога который которым вы восхищаетесь которого вы любите и на которого вы надеетесь и от которого вы уже ожидаете вечности услышать слова добрый верный раб в иди в радость господину своего и в четвертых посвятите свое имущество и себя служению если первых три повеления больше относятся к нашей душе как себя чувствовать как относиться как реагировать то это повеление указывает непосредственно на практическое или можно сказать бытовое применение первых трех принципов повелений то есть если вы оцениваете реальность по божьим стандартам довольно любым материальным положением и если вы посвятили себя тому чтобы жить угождая богу а не себе или людям то это будет естественно для вас посвятить себя свое время свои деньги свое имущество свои силы свое здоровье свою не знаю всю свою жизнь абсолютно для того чтобы служить не динам а богу богу ради которого вы способны отказаться от всего что ценно в этом мире и что привлекательно для вашей плоти потому что вы видите его своим духовным зрением восхищаетесь им поклоняетесь ему доверяетесь ему и трепетно ожидаете долгожданной встречи с ним и так опять же мы видим четыре этих повеления и желая проявить повиновение богу я надеюсь у нас есть это желание и уже предвидя добрые плоды о которых мы говорили и предвидя плохие плоды непослушание и видят добрые плоды предвидя добрые плоды послушания давайте посвятим себя тому чтобы жить согласно этим повелением пожалуйста давайте их может быть это запишем себе законспектируем или запомним давайте первое опять же покоримся божьей системе ценностей примем ее второе посвятим себя тому чтобы быть довольными самыми минимальными вещами третье посвятим свою жизнь не достижению богатства достижение благочестивой жизни перед богом и четвертое посвятим свою жизнь накоплению небесных богатств а не земных давайте помолимся великий господь все животворящий едино имеющий бессмертие пребывающий в неприступном свете святой великий славный господь мы с вами тебя за то что ты заботишься о нас таких маленьких людях таких незначительных людях то что это любишь нас переживаешь о нас спасибо тебе за то что ты заботишься о каждой сфере нашей жизни в том числе и об этой сфере материальных вещей финансов денег спасибо тебе что ты открыл нам свою истину и мы можем ее знать я умоляю тебе господи помоги пожалуйста нам среди всех искушений которых мы находимся каждый день в этом мире в этом городе среди всех переживаний среди всех волнений быть полностью счастливыми и довольными в тебе радуясь тем что мы имеем уже сегодня господи помоги нам пожалуйста видеть ценность в том что в чем ты видишь ценность помоги нам сосредоточиться на этом помоги нам боже отложить другие какие-то другую какую-то ложь которая стучится в наши души и покориться твоей истине помоги нам боже пожалуйста посвятить и регулярно посвящать свою жизнь тебе боже я пожалуйста прошу пожалуйста дай нам это духовное зрение благодаря которому мы могли бы видеть духовную реальность тебя и все последствия послушание и не послушание чтобы мы были способны выбрать это пожалуйста дай нам это смирение дай нам эту покорность тебе любовь к тебе чтобы мы ради тебя были способны отказаться от всего но чтобы приобрести тебя господи и вовсе нас пожалуйста тем чтобы мы были не скупыми а щедрыми по отношению к тому чтобы позаботиться о других людях вовсе нас пожалуйста чтобы мы были открыты к этому чтобы мы понимали что все что ты нам дал это господи твое и мы хотим служить не только своим временем или не только своими силами но все абсолютно жизнью тебе боже господи пожалуйста прошу позаботься об этом позаботься о наших сердцах пусть то слово которое мы слышали сегодня пусть она боже укоренится в сердцах наших и пусть боже выбирая тебя отказываясь от других вещей чтобы пусть боже ты будешь в этом прославлен как высшая ценность как самое лучшее благо как тот который самый прекрасный самый достойный всего в этом мире молимся тебе во имя отца и сына и святого духа аминь давайте пожалуйста сейчас споем одну песню наверно можем да и после этого у нас будет хлебопрямым линиям аминь аминь Он знал, как важен Его прихода. Он знал, что в будущем Его ждет. Он шел решительно день за днем. Он ждал встречи с крестом. Он дал избить себя при тьме. Он встал, когда не мог идти. Под пост он руку подложил. Терпеть из последних сил Я смотрю на Того, Кто радость отложил на потом И крест избрал. Что душой я не из него Я думаю о том, Как он страдал До дна он чашу всю и спил. У меня, о, дорога купит. Теперь я буду до конца Смотреть на крест Христа Я смотрю на Того, Кто радость отложил на потом И крест избрал. Что душой я не из него Я думаю о том, Как он страдал Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая ДимаTorzok ДимаTorzok сделали какой-то грех, то мы не имеем права принимать, хотя если мы грешим произвольно, сознательно и выбираем грех, то, скорее всего, это не для нас. Но если мы даже сделали маленький грех какой, ну или не маленький, но мы признаем его перед Богом, исповедуем, то мы имеем право принимать это, потому что для нас это дорого, для нас это драгоценно, мы не принимаем это несознательно. Но вот если мы это принимаем просто как обряд, просто как традиция, просто как «а что обо мне люди подумают», то это именно то состояние, когда не надо принимать, когда нужно от этого отказаться. И это все, эти все размышления помогают нам переоценить, в каком я сейчас состоянии перед Богом. То это символ, вот это вино, символ крови Христа, этот хлеб, символ его тела, крови и тела, которые за нас предавались, проливались, драгоценно ли это для меня? Или это для меня уже часть религии, часть традиции? Это важно нам переоценивать, смотреть на свою душу, смотреть на свое сердце. И третье, это если мы переосмыслили, третье, это наглядное исповедание нашей веры, когда мы подходим к этому, берем вино, отпеваем глоток, берем кусочек хлеба, съедаем или наоборот, что это для нас, мы этим можем проповедовать или исповедовать свою веру, что это для нас драгоценно, мы, как это причастие, мы причастны к этому. Для нас это дорого, для нас это близко, это часть наша, это то, благодаря чему мы имеем жизнь, это то, не их само хлеб, не само вино, но то, что они символизируют Христа, Его жертву за нас, это то, благодаря чему мы имеем жизнь. Вот это должно быть, вот это проповедь этого, то, что мы будем это делать. Поэтому мы сейчас будем совершать это хлебоприломление, причастие для того, чтобы напоминать себе, переосмысливать и наглядно исповедовать свою веру. Пожалуйста, не спешите подходить к чаше, к хлебу, если вы еще не переосмыслили просто. Если вы в должном состоянии, нету никаких проблем, если вы первым подойдете, это не означает, что если первый, кто подошел, тот грешник. Но, пожалуйста, чтобы это было должно перед Богом, со страхом перед Богом, потому что это очень серьезно, и в том же послании Коринфянам написано, что те, кто негодно принимают из-за этого, они даже могут болеть и умирать. Это очень серьезно, поэтому давайте испытывать себя, переосмысливать себя, оценивать себя, напоминать себе истины, напоминать себе ценности. Это очень важно для нас. И выходить вперед, не стесняться, исповедовать свою веру перед Богом, перед ангелами, перед другими людьми. То, что мы причастны этому, то, что это важно, нужно для нас. Поэтому давайте встанем и сейчас помолимся за это. Господи Великий, мы, покоряясь Тебе, слушаясь Тебя, хотим сейчас совершить это хлевопреломление. Господи, пожалуйста, напоминай нам то, что это все значит. Боже, напоминай нам в наших сердцах о жертве Твоей. Мы, Боже, благодарны за нее. Мы, Боже, признаем, что это то, благодаря чему мы имеем настоящую жизнь, благодаря чему мы имеем настоящее примирение с Богом, мы были абсолютно грешны, недостойны, несостоятельны и в ужасном состоянии. И единственным, что нас справедливо ожидало, это ад, вечные муки, Божий гнев. Боже, но Ты по Своей милости слава Христа, который умер и утолил гнев, и справедливость была удовлетворена, и мы можем, благодаря Христу, доверяясь Ему, иметь вот эту святость, ту, которая у Христа, и иметь возможность подойти к Тебе, Господи, и иметь возможность быть причастным к Тебе, иметь новую жизнь. Боже, мы благодарим, что благодаря этой жертве мы все это имеем, и мы имеем усыновление, мы дети Твои, и мы уже больше не преступники, мы уже граждане Твоего Царства. Господи, помоги, пожалуйста, каждой душе оценивать свое состояние чтобы мы делали это не просто как обряд, но как то, что угодно Тебе. Болоси, пожалуйста, наши сердца, чтобы мы преклонялись перед Тобой, признавали себя нуждающимися в Тебе, и выходили сейчас и исповедовали свою веру перед Тебем. Боже, мы с Ваем Тебя. Аминь. Пожалуйста, выходите, тут много есть столов, много чаш, по двое человек. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Иисус, Ты мой Господь, мой Бог, Ты знаешь, мой жаль, каждый мой кровь. Иисус, любовью смерть доладь, Зи мною Ты, Вечный Святый. Господь, мы славим Тебя, мы вспоминаем о Твоей жертве, о Голгофе, Господь, о крови, которая была пролита, Боже, на этой горе, на кресте. И хотим за этот поступок, Боже, отблагодарить Тебя. Прими, пожалуйста, эту благодарность, которую мы хотим излечить сейчас вместе. Субтитры создавал DimaTorzok За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, За победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Лишь Тебя за честь, И, не знавший греха, Умер за меня в третий день воскрес. И воссел на престол в высоте небес, И, не знавший греха, Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Наш Бог превыше, Наш Бог сильнее, Он возвышается над всей вселенной. Наш Бог прекрасен, В силе и власти, Наш Бог, Наш Бог. Благодарю Тебя, Иисус. 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 Наш Бог, наш Бог Наш Бог превыше, наш Бог сильнее Он возвышается на всей вселенной Наш Бог прекрасен силы и власти Наш Бог, наш Бог И если Бог наш с нами Кто нам противостанет, кто остановит нас Если Господь за нас И если Бог наш с нами Кто нам противостанет, кто остановит нас Если Господь за нас Наш Бог превыше, наш Бог сильнее Он возвышается на всей вселенной Наш Бог прекрасен силы и власти Наш Бог, наш Бог Те, кто себя посвятил и те, кого Бог побуждает к этому Сейчас можно будет сделать финансовое пожертвование Братья пойдут с корзинками Братя пойдут с корзинками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, присаживайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть одна хорошая традиция. У нас, в принципе, есть регулярно каждый раз по наблюдениям новые люди, и мы очень рады их, то есть вас, кто новые люди видеть. И мы хотели бы вам дать небольшой скромный подарочек от нас, как знак внимания, любви, как знак того, что мы хотим строить как-то с вами отношения. Пожалуйста, если кто-то у нас сегодня первый раз или второй, пожалуйста, поднимите руку, и мы хотели бы вам вот такое небольшое. Пожалуйста, поддержите, чтобы успели вас заметить, потому что вас много, а наших дорогих сестер, которые вам сейчас подарят подарки, намного меньше. Так, давайте я вместе с вами подержу руку. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . 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 И, если вы не пропустили или хотите с кем-то поделиться проповедью, которую сами слышали, там можно скачать аудио, видео, оно появляется в течение пары дней. Вот такая вот информация. Давайте сейчас помолимся и после этого споем песню. И тогда будет у нас время еще общаться. Боже, мы славим Тебя за это время. Не перестаем Тебя славить, Боже, благодарить. Это действительно особенное время для нас. Пожалуйста, помоги так относиться к Нему всем сердцем. Пожалуйста, сделай так, чтобы это было не просто привычное время для нас в каждое воскресенье, но что это было особенное время, куда бы мы стремились всей душой. Спасибо Тебе за возможность быть здесь, вникать в Твое Слово, поклоняться вместе Церковью, вместе принимать хлевопреломления, вместе вспоминать о Тебе, о Твоей жертве. Спасибо Тебе за то, что Ты не создал нас как-то христианами каждого по отдельности, но то, что Ты нас объединил в Церковь. И мы можем таким образом заботиться друг о друге, оказывать любовь друг к другу. Господи, пожалуйста, помоги нам расти в этом и дай нам наслаждаться в этом и благодарить Тебя за это. Пожалуйста, Боже, мы просим Тебя, в частности, за семью Наташи Рычек, за ее родственников. Пожалуйста, позаботься о них в этой ситуации, для них сложной, какие-то переживания, волнения. Господи, пожалуйста, ободри нас, кто их знает, кто с ним как-то знаком, имеет отношения или просто где-то видел их. Позвонить им, проявить им любовь, поддержку, ободрить их. Пожалуйста, дай нам так проявлять любовь друг к другу. И Бог, сли нас сейчас еще иметь время для общения, пообщаться. И вообще в течение этого дня, возможно, дай нам какие-то возможности где-то еще вместе время провести на природе, или в кафе, или у кого-то в гостях. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты создал в церковь, и мы действительно имеем много радости и удовольствия в этом. Славим тебя за все. Аминь. Мы могли бы спеть воду в вино превращал. Спасибо. Воду вино превращал. Кто, как ты, Бог, равных нет? Наш Бог превыше, наш Бог сильнее, Он возвышается. На нас, всей вселенной, Наш Бог прекрасен в силе и власти. Наш Бог, наш Бог, может лишь что отлучить от твоей чудной любви. Кто, как ты, Бог, равных нет? Наш Бог превыше, наш Бог сильнее, Он возвышается на всей вселенной, Наш Бог прекрасен в силе и власти. Наш Бог превыше, наш Бог сильнее, Наш Бог сильнее, Он возвышается на всей вселенной, Наш Бог прекрасен в силе и власти. Наш Бог, наш Бог, наш Бог. И если Бог наш с нами, то нам противостанет, Что остановит нас, если Господь за нас. И если Бог наш с нами, то нам противостанет, Что остановит нас, если Господь за нас. Наш Бог превыше, наш Бог сильнее, Он возвышается на всей вселенной, Наш Бог прекрасен в силе и власти. И в силе и власти наш Бог, наш Бог. До следующего воскресенья.